Сдай макулатуру, спаси дерево. Под таким девизом в округе собрали ненужные бумажные изделия, книги и газеты. Всероссийская акция в Люберецком округе проходит два раза в год. Ее организовали волонтеры при поддержке главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. Вместе с активными жителями макулатуру сдал и Владимир Ружицкий. Есенинская библиотека не только дает читателям знания, но и ежегодно дает вторую жизнь испорченным и ветхим книгам, которые приносят посетители. Пятый год подряд неравнодушные люберчане так избавляются от макулатуры. С каждым разом количество участников возрастает, как и объем собранной бумаги. Это вторичное сырье. Во-первых, если мы собираем макулатуру, мы намного чище делаем наш город. Во-вторых, мы прививаем к воспитанию детей, что не надо выбрасывать бумагу. То есть ребята понимают, что если они сдадут макулатуру, то не будут рубить деревья. А то есть это пойдет переработку, и деревья останутся живы. Это наша экология. Старые газеты, журналы, книги, коробки и документы – все это привезли участники на эко-марафон. Собранную макулатуру сдали 23 школы Люберецкого округа. В числе лидеров 56-я Красковская гимназия. По предварительным подсчетам, за месяц юнормейцам удалось накопить 8 кубов бумаги, а это по объему как 7 мусорных баков. Мы спасаем этим, помогаем природе, деревьям. Я принес один пакет макулатуры. Дома ненужные вещи какие-то были, я собирал, приносил в гимназию. За собранную макулатуру муниципалитеты получают специальные эко-баллы. В прошлом году округ заработал 33 тысячи баллов за 11 тонн бумаги. На заработанные очки Люберцам выдали саженцы, которые высадили на аллеях. Известно, 100 килограммов макулатуры помогает спасти одно дерево, уменьшают опасные выбросы углекислого газа в атмосферу. Пока еще непонятно, сколько принесли люберчане, а однако, оценивая все, что я вижу, хочется верить, что на маленький лесок мы все же насобирали. Наряду с другими к всероссийской акции присоединились люберецкие предприятия, общественники округа, совет депутатов, партия «Единая Россия», молодежный парламент и представители власти. Сохранять деревья – это наша прямая задача. Поэтому, конечно, мы всему, что есть, должны давать второе дыхание. Вот вы сегодня бумаге дали второе дыхание. Знаете об этом? Да. И тем самым сберегаете леса. Не деревья, а леса. Поэтому я вам скажу всем спасибо. Что происходит с бумагой после переработки? Наглядный ответ на этот вопрос участники акции узнали на мастер-классе. Также региональный оператор «Экалайн-Воскресинск» провел со школьниками викторины и увлекательные конкурсы, посвященные бережному отношению к нашей планете. Анна Троян, Дания Рамазанов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.